Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами поговорим про интересный проводной ZigBee выключатель Lonsonha из экосистемы устройств Tuya Smart. Мое внимание он привлек в первую очередь тем, что он легко интегрируется в систему Home Assistant через аддон ZigBee 2MQTT. Кстати, через SLS шлюз он тоже работает, именно этот выключатель был в обзоре шлюза. Во-вторых, эта модель может работать без нулевой линии, а в-третьих, устанавливается без переделок в стандартный круглый подрозетник. Поставляется выключатель в довольно невзрачной картонной коробке без подробной информации. Она явно общая для всех моделей, а их насчитывается 6, с нулем и без нуля, на одну, две и три клавиши. В комплекте имеется сам выключатель, я взял одноклавишную модель без нулевой линии, крепеж из двух винтов и инструкция на английском языке. В инструкции имеется схема подключения, хотя она весьма простая, а также из нее можно узнать, что выключатель предназначен для работы с лампами мощностью от 5 до 200 Вт. Выключатель сделан из белого матового пластика, вся его верхняя поверхность представляет собой клавишу, как у Акара, промахнуться сложно. В нижней ее части есть окошко для светодиода. Корпус унифицирован для всех моделей, сзади имеется 5 контактных отверстий, сверху для фазы, вводной и 3 выхода, слева сбоку для нулевой линии. В моей модели задействовано только 2 входящие и сходящие фазы. После хлипеньких и отваливающихся рычажков Акара, лансонха радует довольно массивной круглой нажималкой. Время конечно покажет, но выглядит более надежно. Обратите внимание на способ крепления, выключатель рассчитан на круглые подрозетники с винтовыми креплениями, отверстия для которых находятся по бокам. Подробнее про монтаж дальше в обзоре. Микропереключатель. Можно увидеть еще две контактные площадки по бокам, для двух и трех клавишных версий. Схема построена на базе ZGV модуля TU-ZS3, это разработка Hangzhou Tuya Information Technology. Модуль содержит в себе 32-разрядный процессор Arm Cortex-M4, 64 кБ оперативной, 512 кБ постоянной памяти и чип связи с максимальной мощностью плюс 19 dBm. Соберем сначала стендовую схему. Выключатель подключается в разрыв фазовой линии между сетью и нагрузкой. Внимательно проверяйте, при подключении в разрыв нулевой линии стабильность не гарантируется. Согласно инструкции для перевода ZGV выключателя в режим спаривания, нужно удерживать его кнопку, нажатой в течении 10 секунд, до того как начнет мерцать светодиод. Запомним это и перейдем к управлению аддоном ZigBit у MQTT. Нагляднее и удобнее все это делать при помощи ассистента, переводим его в режим подключения новых устройств. После этого возвращаемся к выключателю и зажимаем его кнопку согласно инструкции. Никаких проблем при сопряжении не было, выключатель залетел в систему отлично. Переходим к списку устройств интеграции MQTT. Благодаря Discovery Prefix, система автоматически вытянула новое устройство, производитель указан как Tuya Tech. Выключателю соответствуют две сущности, switch и сенсор качества связи. Режима развязки клавиш как у Acara тут нет и получить логическое событие от него не получится. У Acara, напомню, для этого есть отдельный сенсор click, отдающий логические нажатия на клавишу. Хотя переименовывать можно и через аддон ассистент, я делаю это вручную в файле Devices YAML в папке аддона. Подробнее об этом смотрите мой обзор CC2531 против CC2538, ссылка в описании. Кроме Friendly Name, я прописываю опцию Retain True, которая сохраняет состояние топика, и он не исчезает после перезагрузки, а хранит последний статус устройства. Перезапускаем аддон zigbee2mqtt и наш выключатель уже с новым именем появляется в списке устройств. Кроме этого аддон присваивает ему соответствующую картинку. Выключатель не имеет нулевой линии, поэтому не является роутером для других устройств, это конечное устройство. В карте сети он будет иметь только одну связь к координатору или к роутеру, это уже он как сам решит. Так как выключатель будет управлять светильником, мне удобнее его будет использовать как сущность домена Lite. Для этого можно создать виртуальную сущность Lite, связанную с сущностью Switch. Это не обязательно и особенно ничего не дает, кроме того, что можно использовать один сервис при управлении несколькими светильниками или объединить его в группу домена Lite. Выключатель покупался для замены одного из очень немногих оставшихся у меня механических выключателей для обычного неуправляемого светильника на одном из балконов. Самый обычный выключатель на разрыв фазы, стоявший в круглом подрозетнике и крепящийся при помощи двух рычагов с зацепами, которые затягивались винтами. Примерим героя обзора. Благодаря круглому заднику, он нормально входит в подрозетник, долбить стену необходимости нет. По глубине также подошел отлично, но остался вопрос, как его закрепить. В установленном подрозетнике креплений под винты не было, а сверлить стену не очень-то и хотелось. Я решил вопрос так, при помощи снятого со старого выключателя рычага с зацепами. Хватило одного, так как задник у Zigbee устройства существенно больше, чем у обычного выключателя. Установил, задвинул максимально глубоко в стену и при помощи винта подтянул рычаг, который уперся в подрозетник, намертво закрепил выключатель. Еще стоит упомянуть одну деталь, нелогичную работу светодиода на клавише. Он начинает светиться, когда выключатель включен, хотя смысл имеет как раз наоборот. Версия с нулевой линией работает корректнее, светодиод активен всегда. В зависимости от состояния реле, он светит белым или синим цветом. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости по тематике умного дома, а также акции распродажи, вы можете увидеть на моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok